Здравствуйте! В эфире Первого Ярославского программы «Я плюс спорт». Все самые знаковые спортивные события из жизни нашей области за прошедшую неделю прямо сейчас. Ярославец Евгений Дратцев стал бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта. Эти соревнования завершились в Будапеште в плавании на открытой воде на дистанции 25 километров. Наш земляк показал третий результат. Чемпионом мира в этом виде программы стал пловец из Франции. Серебро досталось спортсмену из Италии. Ярославские спортсмены стали чемпионами десятых всемирных игр. Международные соревнования по видам спорта, не входящим в олимпийскую программу, в эти дни принимает Польша. 17-летняя Екатерина Михайлушкина завоевала две награды высшей пробы. В эстафетном плавании в ластах 4 по 100 метров на последнем этапе Ярославна вывела сборную России с третьего места на первое с рекордом всемирных игр, обогнав колумбийских и китайских спортсменок. Вторую золотую медаль Екатерина завоевала на 100 метровке, преодолев дистанцию с рекордом Европы среди женщин и нью-йоркским рекордом мира. Отмечу, эту дистанцию россиянки не выигрывали на соревнованиях мирового уровня на протяжении последних 20 лет. К двум золотым наградам Екатерина также приплюсовала серебро на дистанции 200 метров. Самая сложная была дистанция личная 100 метров. Я заняла первое место, рекорд Европы установила. Считаю, что самая дорогая медаль на данный момент. Спасибо большое всем, кто болел за меня, всем родным, всему Ярославлю, ну и тренеру за то, что работала со мной. Конечно, мы много работали и готовились именно к этому старту, к всемирным играм, потому что для нас это главный старт, который проводится раз в 4 года. Ну и все готовятся, естественно. Основные соперники были китайцы, китаянки. Рекордсменка мира плыла по соседней дорожке. Я очень рада, что у Кати получилось победить. Сейчас мы готовимся к первенству мира, которое пройдет в Томске с 31 июля. Мы в воскресенье с Катей уже улетаем туда. Еще одно золото всемирных игр в копилку российской сборной принесли ярославские акробатки Дарья Гурьева и Дарья Калинина. В состязаниях женских акробатических пар наши спортсменки превзошли всех конкурентах, завоевав медали высшей пробы. Второе место заняла женская пара из Бельгии, третья досталась украинским спортсменкам. В Ярославле завершился этап чемпионата России по пляжному волейболу. В течение трех дней 29 команд из разных регионов страны боролись за призовые места. Площадка для игр была организована на стадионе «Спартаковец». В чемпионате приняли участие мужские и женские команды из Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы, Калуги, Саратова, Тулы и других городов. Победителем чемпионата среди женщин стала команда «Подмосковье» в составе Анастасии Барсук и Марии Прокопьевой. Мужское золото взяли представители Центра развития пляжных видов спорта Тарас Мыськив и Александр Кармаренко. Отмечу, этап чемпионата России по пляжному волейболу проходил в Ярославле впервые при поддержке правительства региона. Ярославль в последующем будет реально претендовать на проведение мероприятий более большого уровня. Это уже не только чемпионат России, но мы будем дальше пробовать проводить и международные соревнования, в том числе и чемпионат Европы. У нас стадион «Спартаковец» как нельзя лучше для этого именно сегодня пригодился. И безусловно, мы сегодня увидели, что необходимо его совместно с городом каким-то образом модернизировать и приспосабливать вот под такие большие летние открытые проекты. Получилось все и получилось все очень хорошо. Конечно, есть шероховатости, есть какие-то недочеты, но мы это делали в первый раз. И федерации, судьи высоко оценили саму организацию турнира и само место проведения. И в принципе, и накал борьбы был хороший, и финалы состоялись, и погода не подкачала. Да, был дождь и в дождь, но он был кратковременный, все получилось. В Португалии завершилось юношеское оперенство Европы по настольному теннису. Ярославна Наталья Малинина завоевала две серебряных медали в парных соревнованиях. Сначала спортсменка стала второй в состязаниях миксов вместе с Владиславом Макаровым. Еще одно серебро Наталья положила себе в копилку по итогам соревнований женских пар. Этот успех Ярославна разделила с Ариной Слаутиной из Казани. Ранее наша теннисистка стала победительницей европейского оперенства в командных состязаниях. Ярославский легкоатлет выиграл Кубок России. Прыгун в шестом Илья Мудров обыграл всех соперников, преодолев планку на рубеже 5 метров 60 сантиметров. Соревнования прошли в подмосковном поселке Ерино. Еще два ярославских спортсмена выступили менее удачно. Асинхронные восьмые места заняли еще один прыгун в шестом Илья Просвирин и прыгун в высоту Артем Мельников. Порядка 400 участников из трех стран мира и 35 регионов России собрал в этом году международный шахматный фестиваль Ярослав Мудрый. Эти соревнования проходят в нашем городе уже в восьмой раз и с каждым годом их популярность только растет. В программе состязаний 9 турниров по классическим шахматам, в том числе этап детского Кубка России, а также опен-турнир. В прошлое годы на Ярославский фестиваль приезжали шахматисты из Перу, Франции, Украины. В этом году в числе иностранных гостей значатся спортсмены из Молдавии и Голландии. Я играю в шахматы и очень люблю путешествовать. Я был в Америке, Барселоне, Бельгии, Германии и вот теперь я в России. Мне сказали, что в Ярославле проводится большой турнир. Я считаю это очень здорово. Здесь так много детей, начинающих шахматистов. Ярославль небольшой город, но уровень развития шахмат здесь очень велик. Я же игрок среднего уровня. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, родители, тренеры, педагоги, чтобы удача сопутствовала каждому на этом турнире, чтобы у каждого выросло мастерство, каждый мог реализовать свои идеи, комбинации в дебюте, в середине игры. То есть, чтобы те установки, те мысли, которые вы несли на этапе подготовки к этому турниру, могли здесь реализоваться. Рев моторов, пыль и бездорожье. Ярославль завершился пятый этап открытого Кубка ДСА в России по мотоциклетному спорту и четвертый этап первенства спортивного клуба «Дикие моторы». Более 200 участников собрались на площадке на Московском проспекте, чтобы показать свои силы в езде по пересеченной местности. Участники разных возрастов, дети от пяти лет и даже ветераны мотокросса. Самому старшему мотоциклисту почти 80. Мастер-класс в течение двух дней показывали целые династии именитых спортсменов. Так почти в каждой категории участвовала семья Назаровых, многократных чемпионов России по мотокроссу. Усердные тренировки и такое воспитание, так сказать, серьезное. Много уделяли внимания к этому спорту. Никаких гулянок, только учеба и тренировки. А тренировки сколько раз в неделю? Это в зависимости от сезона, лета, зима. Обычно раза три в неделю и плюс выходные соревнования. На трассе ты собран, готов к всему, экипировка. А по городу от тебя очень много не зависит. Многое зависит, какая газель выйдет, с какой стороны. По городу мы лучше на машине. Кстати, трасса в Ярославле для состязаний такого уровня прошла специальное лицензирование. Всего помериться силами на один из этапов Кубка ДСАВ приехали представители 17 регионов страны. От Архангельска до Астрахани. Победа дает звание чемпиона России. Приобщение молодежи к мотоспорту. Это, в принципе, очень такой зрелищный вид спорта. Он интенсивный, требует подготовки физической, моральной. Объединяет людей, да, как вы видите, здесь много. Это все-таки такой большой-большой клуб по интересам. Это по всей стране ездим. Соответственно, у нас это проходит шестой этап Кубка ДСАВ России. Три победы и первое место в таблице. С вами Ярославля на стадионе Каучук состоялся второй этап чемпионата России по бейсболу. В соревнованиях приняли участие три команды, представляющие северо-западный дивизион группы «Б». Столичный «Москвич-2», бунтарей из Санкт-Петербурга и хозяева – ярославские мудрецы. Наша команда была образована в прошлом году. Сначала выступала на любительском уровне, а весной этого года начала свой профессиональный путь, заявившись на чемпионат страны. На первом этапе, проходившем в северной столице, мудрецы одержали две победы. На родном поле получилось еще лучше. Всего за два дня на Каучуке состоялось шесть поединков, четыре с участием хозяев. В трех из них мудрецы оказались сильнее оппонентов и теперь уверенно возглавляют турнирную гонку в своем дивизионе. Следующий тур чемпионата России пройдет в Москве 12 и 13 августа. Отмечу, по итогам турнира победители своих дивизионов поборются за выход в группу А, где выступают сильнейшие команды страны. Узнаем многих ребят из Ярославля и здесь получается у вас собрался такой костяк, который в разные годы за Ярославль играл и получилась очень хорошая команда. И вот мы пока никак у вас выиграть не можем. Честно сказать, это нам не очень нравится, но в целом команда хорошая. Приятно всегда с вами играть и надеемся, что в будущем именно группа АБ будет развиваться, расти, потому что в этом году, честно сказать, на мой взгляд, команд маловато. Планируем открывать еще одну детскую спортивную юношескую школу в Ярославле, где будут заниматься юные спортсмены, которые будут привлекаться в будущем в сборные страны различных возрастов. Кадеты, юниоры, ювенилы, молодежная сборная. Всех, в принципе, готовы принять, любой возраст, любой пол. Девочки тоже играют у нас в бейсбол. Даже далеко ходить не надо за примером. В группе Б разрешено участие женщин. На этом на сегодня все. В студии для вас работал Владимир Литоновский. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова